Текст Писания, который мы читали с вами в прошлый раз, был... Текст Писания, который мы читали с вами в прошлый раз, был... Да, хорошо, что есть здесь братья, сидят, римлянам, 14 глава. Откройте ваши Библии, пожалуйста. Послание апостола Павла о римлянам, 14 глава. Мы читали с вами два текста, 17 и 18. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Этот отрывок апостол Павел заканчивает следующими словами. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Мы живем в мире разнообразия. Мы живем в мире разнообразия. Мы живем в мире разнообразия животного мира, тот, который Бог создал. Мы живем в мире разнообразия растительного мира, который тоже Бог создал. Мы живем в мире разнообразия всевозможных запахов, цветов, мы живем в мире разнообразия всевозможной еды, мы живем в мире разнообразия людей, мы живем в мире, друзья, разнообразия взглядов, разнообразия мнений, мы живем в мире разнообразия одежды. И этот список можно удлинять, удлинять и продолжать. И все это на одной планете Земля помещается. Все это разнообразие, которое создал Бог, оно помещается здесь на одной планете Земля. Очень часто из-за несогласия с чьей-то позицией, несогласия с чьим-то взглядом, с пониманием людей, люди готовы на отдельную жизнь separate, отдельно друг от друга. Почему? Потому что, ну ты не понимаешь так, как я, мы не можем быть вместе. Более того, люди готовы к отношениям ненависти, потому что ты так не понимаешь, как я. Люди готовы даже убить другого за то, что он не понимает так, как он. Люди готовы посадить кого-то в тюрьму, лишить человека свободы, лишь только по одной причине. Он не понимает так, как я. Понимаете? Так, как я. А кто такой я? Мы берем себя за центр Земли, как в детстве мы говорили, за пуп Земли. Где-то серединка какая-то, я вершина, и вокруг меня все крутится, у меня истина, у меня правда, у меня самое верное, абсолютное понимание по всем вопросам. И должны все так понимать, как я. Смешно, иногда бывает, если мы так понимаем. Друзья, вот апостол Павел, он поднял интересный вопрос здесь в этой главе, это практическое христианство. Он поднял вопрос, что мы живем в этом мире разнообразия. И вот апостол Павел в этой главе употребляет одно слово. Это слово «иной», «иной», «другой». Ну, вот этот «иной», вот этот «иной», это «иная», это «иная», «другой». Вот «иной» уверен. Вы когда-нибудь пробовали переубедить человека в чем-то, в чем он действительно уверен? Правда, становится жарко, когда мы начинаем это делать. А вас легко переубедить в том, в чем вы уверены, как вам кажется, на 100%. Вас легко переубедить. Мы привыкли, друзья, отстаивать то, в чем мы уверены. Мы привыкли даже порой очень большой ценой это отстаивать. Какой ценой? Мы готовы стоять на своем, чего бы нам это ни стоило, даже при потере близких, друзей, ценой потери отношений. Мы готовы даже родными иногда пожертвовать, лишь только чтобы остаться стоять на своем, на нашей правде. Чего мы достигаем вследствие этого? Вследствие этого мы достигаем развалин. Вот когда мы стоим на своем, и нам чего бы этого ни стоило, мы будем стоять на своем. И мы смотрим руины. Мы смотрим нет мира. Мы смотрим развалины. Есть вещи. Есть вещи в Писании, которые являются основой или фундаментом нашей веры. И вот они не продаются, эти вещи. Эти вещи нельзя понимать двояко. Они не имеют двух смыслов. Эти вещи конкретные. И на них нельзя смотреть по-разному. Они не продаются, их нельзя променять, потому что это стержи нашей жизни. Это основа спасения нашего. Это то, о чем недвузначно, четко говорит Библия. Это наши доктрины, как мы говорим, называем другими словами. Это то, во что мы верим. И здесь не может быть ошибок. Вот то, во что мы верим на основании Писания, здесь не может быть ошибок. Иначе я нахожусь в заблуждении. Вот четко, ясно, понятно, одинаково по учению Иисуса Христа. И вот это как раз не должно быть предметом споров или разногласий. Основа нашей веры. Нашей доктрины. То, во что мы верим. Что является основой нашего спасения. Интересно, друзья, все остальные практические вопросы. В христианской жизни и даже практики нашего служения, они могут иметь различия. Они могут иметь различия. Вот иной уверен. И здесь степень духовного роста, потому что Павел начинает эту главу, и он говорит, что немощного в вере. Друзья, немощный в вере – это степень духовного роста христианина. Это младенец во Христе, который только-только родился и пришел в церковь. Он пришел к Богу, стал его детем. Это немощный в вере. Я много раз говорил о том, что немощный в вере – это не тот, который стоит одной могой уже в могиле. И мы его называем немощный в вере. Это сестра такая немощная в вере. Да, она немощная во плоти. Но в вере она должна быть уже столпом. Судя по ее возрасту христианскому и духовному росту и опыту, она остается, или он остается младенцем. И мы начинаем носиться с этими людьми, называя их немощными в вере. Это неправильное понимание этого текста Писания. Немощный в вере – это только родившийся, который обязан дальше расти во Христе. Иной в вере – для одного кушать можно все, а другой в вере – Павел говорит, что только овощи. Один уверен, что нужно различать дни для Господа, а второй судит о всяком дне ровно. Интересно, друзья, Павел говорит, что тот, кто до чего достиг, он тут должен так мыслить и так поступать. Что это такое? Это степень твоего духовного роста. На чем он основан? На твоих взаимоотношениях с Богом и на Его откровениях к тебе. Братья и сестры, это нормально. Что главное здесь при всем этом? При отразности пониманий наших сохранять мир друг с другом. Скажите, это просто? Нет, не просто. Вот при разности пониманий, самое главное здесь, Павел говорит, чтобы не послужить никому соблазном. И чтобы ради чего-то неглавного, второстепенного, то, что не является напрямую относящимся к нашей вере и спасению нашему, чтобы не послужить кому-то соблазном. И чтобы ради чего-то вот этого неглавного, второстепенного не разрушать Божьего дела, а стремиться к миру и ко взаимному назиданию. Ну, например, один уверен, что земля плоская. Здесь есть люди, которые верят, что земля плоская? Я думаю, что есть. А другой уверен, что земля – это шар. Скажите мне, пожалуйста, эти люди оба, они спасены? Но они же по-разному мыслям, по-разному думают. Они могут спорить? Они, эти оба, спасены или нет? Да, конечно. Иной уверен, как я говорил в прошлый раз, что Новый Завет ничего не вспоминает о музыке напрямую, каких-то музыкальных инструментов. А другой уверен, что на всех инструментах, даже включая барабаны, можно славить Господа, но это нужно делать в страхе пред Богом. Скажите, пожалуйста, оба эти человека, они спасены? Но у них же разный подход, у них же разный взгляд, у них разное понимание. И вот этим людям двоим, с разным взглядом, с разным пониманием, очень часто не просто в церкви нужно жить, а даже в семье нужно жить этим людям. Двоим, вот таким разным, с разными взглядами, с разными пониманиями. Мужу и жене, и Бог их объединяет и зажимает в такое узкое пространство, которое называется домик, квартирка, комната. И вот эти два абсолютно разных человека вдруг становятся прекрасной семьей, при разности взглядов, при разности пониманий. Интересно, друзья, иной уверен, что десятину неизвестно от чего. Братья и сестры, я задаю вопрос. Десятину неизвестно от чего и неизвестно зачем. Нужно обязательно нести в церковь и складывать на церковный аккаунт. А другой уверен, что можно напрямую жертвовать туда, куда сразу уйдут эти деньги и принесут пользу и результат. Скажите, эти два человека, они спасены? Я задаю сегодня практические, прямые вопросы, чтобы мы думали, в каком мире разнообразий, пониманий и взглядов мы живем, и что напрямую не относится к вопросу нашего спасения. Абсолютно оба, они спасены. А что здесь главное, друзья? Самое главное, то, о чем говорит апостол Павел здесь, это сохранение мира между братьями и сестрами. Потому что это как раз Царствие Божие. Там, где мир. Вот при разномыслии, при разномыслии друг с другом, иметь мир друг с другом, это просто? Нет, это не просто. Почему? Потому что кто-то должен пожертвовать своим мнением, своим положением, своим взглядом, своим пониманием ради, ради мира. Мужья, скажите, вам в жизни приходилось жертвовать ради мира в семье? Вот чтобы мир сохранить. Жены, вам приходилось в жизни жертвовать, чтобы мир сохранялся в семье? Родители, дети, пастыря, члены церкви, работники, которые на работах работают, начальники. Вам приходилось в жизни чем-то жертвовать? Ради чего? Почему? Потому что мы понимаем, оно того, что стоит. Итак, братья и сестры, иной уверен, что нужно мыть ноги перед вечерей Господней. И это напрямую связано с нашим спасением, потому что Христос сказал Петру, если не умою ног твоих, то и ты не имеешь счастья со мною. А другой уверен, что это образ и пример служения, которые имеют не только смысл в умовении ног, но в жизни в целом, служении друг другу, спасены оба? Да, спасены оба. При разности взглядов и разности пониманий. Попробуйте переубедить. А что значит переубедить? А это значит попробовать подстроить его, ее или их под себя, под свое понимание. А может мир, друзья, намного дороже, нежели спор, нежели разногласия, нежели война? Может быть мир, о котором мы сейчас будем говорить, он намного дороже, чем война? Ведь оно того, оно того не стоит. А ведь это же и есть Царствие Божие. Почему? Потому что там, где мир, там Божье Царство. Там, где нет мира, там Бога нет. Называйте, как хотите, понимайте, как хотите. Вот мы такие очень часто уверенные, неуступчивые, сросшиеся со своими взглядами, пониманиями. Мы не готовы пожертвовать, так сказать, своими, часто не Божьими принципами, ради мира. Потому что Павел говорит здесь, в 14 стихе, а я знаю уверен, где? В самом себе? Нет. Он говорит, а я уверен в Господе. Вот если твоя уверенность в Господе, тогда ты можешь за это стоять даже на смерть. Почему? Потому что это принципы Божьи. Не твои, не личные, не собственные. Божьи, библейские, евангельские. И вот за них нужно стоять. За них нужно быть готовым даже, пойти на смерть и умереть. А что дороже? Божьи принципы или твои? Естественно, дороже Божьи. Поэтому, оглядываясь назад, понимая, что очень часто оно того не стоило. Мы потеряли столько прекрасных людей за эти годы, я вам скажу честно. Знаете почему? Потому что мы не хотели просто элементарно их услышать. Они немножко по-другому думали, как мы. Они немножко по-другому понимали, как мы. У них, может быть, какие-то принципы служения были другие, как у меня или у нас, или еще у кого-то. И мы их потеряли. По моему правилу, по моему правилу, они не хотели понимать и жить. Братья и сестры, очень часто говорят так, что есть мое мнение и неправильное. Вот это позиция гордого человека, и Бог не на стороне таких людей. Как правило, очень часто разделение в церквях происходит на почве нежелания иметь диалог друг с другом. именно диалог. Не монолог, а диалог. Услышать другую сторону. Услышать брата, услышать сестру, услышать братьев. Вот это нежелание услышать как раз, оно приводит к тому, что ты теряешь их впоследствии. Ради чего? Чтобы остаться стоять на свое. Ты теряешь самое дорогое, что есть отношение, которое не покупается за деньги. Апостол Павел призывал эту церковь в Риме этим дорожить. Братья и сестры, вот это нежелание иметь диалог, нежелание способности принять дельный толковый совет иногда, спуститься, так сказать, со своей духовности к простым, действительно немощным вере братьям и сестрам, а ведь за него умер Христос тоже, так как и за тебя. Поэтому ради пищи. Это текст, который мы читаем. Вопрос стал пища. И вот Павел говорит здесь. Ради пищи. А теперь я хочу, чтобы вместо этого слова каждый из нас поставил что угодно. Ради. 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 Что дальше сказано? Не разрушай. Не разрушай Божьего дела. Ради чего? Ради чего-то мелкого. Ради чего-то плотского, я бы же так сказал. Ради пищи. Поставьте любое другое ваше понимание здесь. Какого-то вопроса не доктринального, не принципиального. Оно действительно того стоит? Друзья, оно действительно того стоит? Оно того не стоит. В Божьих глазах это тоже действительно так же ценно и важно, как в моих. или же все-таки мир важнее и ценнее всего? И оно действительно того стоит? Вот там, где держится за свое, потому что оно одно из пониманий миллионов-миллионов людей, там, где держится за свое, это часто, это не абсолют, я сказал, а взгляд, позиция, убеждение, самоуверенность. Я хочу сказать одну фразу сейчас. Мы должны, я и вы, всегда в нашей жизни сохранять место для Божьей корректировки нас. Братья и сестры, я еще раз повторю это. Мы должны в нашей жизни, я и вы, всегда, абсолютно всегда сохранять место для Божьей корректировки нас. Потому что это процесс жизни, и Бог над нами работает, Бог нас изменяет, Бог изменяет наши взгляды, наши понимания, наши принципы, чего, ради чего, чтобы привести их в понимание, Иван Илья, Божьих взглядов, Божьих принципов. Вот на этом стоит Писание. Поэтому я хочу, перед тем, как мы сейчас перейдем разбирать этот текст, я хочу, чтобы мы не выбрасывали людей из своей жизни. Людей с другими пониманиями. Почему? Потому что в противном случае кто-то выбросит и нас. А выход есть всегда. С любой конфликтной ситуацией выход есть всегда. И выход всегда Бог желает, чтобы он был мирный. Если мы жители этого царства. Итак, мы говорим о том, что Царство Божие – это праведность, о которой мы говорили с вами в прошлый раз. Это не наши собственные заслуги, даже длиной в жизнь. Это не количество любых добрых дел моих или всего мира. Это благодать, которую Бог явил в Сыне Своем через Иисуса Христа даром по вере. Вот чем мы спасены. Мы спасены благодатью через веру. Это основание нашей веры. Это то, во что мы верим. Мы сегодня говорим о том, что такое мир, как его приобрести, какие благословения для нас сокрыты, если мы, найдя его, будем хранить этот мир. И последний наш вопрос – человеком, какого царства я действительно являюсь? Знаете, мы, когда говорим о состоянии мира, мы говорим, что это спокойствие, это тишина, это покой, это согласие, это отсутствие вражды, это отсутствие ссоры, это отсутствие войны, это отсутствие желания ближнему зла. Вот это мир. Я, друзья, говорю не о том, что происходит вокруг нас, за мир во всем мире, но не об этом я говорю, нет. Я говорю о внутреннем состоянии нашего сердца, внутренности нашей, той внутренности, которой кроме меня и Бога, Божья никто не видит. То, что происходит внутри меня, эти процессы. И вот мир – это тишина Божья. Это покой, когда вокруг буря. Знаете, что этот мир, он от Бога отдельно не существует. Почему? Потому что в послании Ефесянам апостола говорит, Он есть мир наш. Кто? Бог наш, в Который мы веруем. Наш Бог есть Бог мира. Бог, в Который мы веруем, Он есть наш мир. В книге пророка Исаии, пророчество о Христе, сказано, что Он будет назван князем мира. Иисус, Бог, Который мы веруем, это личность мирная. Потому есть два царства, мы говорим, и в царстве, где царствует Господь, там нет места войнам. В царстве, где царствует Господь, там нет места ссорам, раздорам, там места ненависти нет, там нет места ругани. Это царство мира. Потому что Он, князь этого царства, Господь наш. Есть два источника. Есть два источника мира. Есть Божий источник, и есть мирской. Мирской источник, он имеет две стороны. Первая сторона, ну, мы позаботимся о том, чтобы тебе на душе было спокойно, у нас будет большая армия. У нас будут соседи, у нас будут блоки, у нас будут альянсы. Ты представляешь, какая у нас сила? Тебе не о чем переживать. Тишина и покой должна быть на твоем сердце. Друзья, это ложная надежда, временная, фальшивая. Она основана на ложных обещаниях людей. Вторая сторона вот этого обещания мира людям, это когда безбожные вот эти советники, психологи, психотерапевты, там разные аналитики и так дальше. Они пробуют, побеседовав с вами, разобравшись в ваших проблемах, помочь вам. Друзья, это когда слепой-слепой ведет в яму. Они упадут туда. Слепой, когда слепого ведет, они... Почему? Потому что эти люди, они без Бога сами. Эти люди находятся во вражде с Богом сами, и они пытаются помочь кому-то. Это нонсенс. Это невозможно. Почему? Они во вражде с Богом находятся. Эти люди. Поэтому, когда вот приходят конфликты, когда приходят ссоры, когда ненависть приходит, она не решается только при наличии любящего сердца у человека. Это может случиться, когда в этом сердце живет Господь. И это сердце стремится подражать ему, своему Господу и своему Учителю. Знаете, принцип мирской. Когда тебе ударили, ты ответь тем же. Постой за себя. И успокоишься, станет на душе легко. Отомстил. Принцип мирской. Когда тебе плохо там на сердце, ликероводочный магазинчик, туда зайди, напейся и забудешь все свое горе. Принцип мирской. Если у тебя депрессия, есть таблеточки, которые называются антидепрессанты, выпей их и успокоишься. И вдруг появится жизнь, аппетит, надежда, желание всего остального. Принцип мирской. Когда тебе плохо, вот тебе друзья, там со всеми видами наркотиков сегодня существующих, и тебе станет так хорошо. Ты будешь летать в облаках, все забудешь. Так классно. Вот это ложное состояние, которое обещает этот мир людям. Он обманывает их. Знаете, миру всегда, вот это чудо было всегда, вот это все покрывающие любовь, прощение, когда носить бремена друг к другу. Ему свойственно всегда ломать отношения. Ему свойственно ломать, а не строить, братья и сестры. Ему свойственно ссорить, не свойственно ему примерять. Ему свойственно искать любые пути и методы решения вопроса, но только не в Боге. Только не Божьи. Вот есть Божий источник. Божий источник мира. И мы говорили только сейчас, почему Божий источник мира, он самый верный, самый ценный, потому что Бог в сути таков. Бог в своей сердцевине, в своем сердце, в своем естестве, Он не имеет в себе зла. Он не носит зла против людей. Он не носит злобы, ненависти. Он не отворачивает лицо, смотря на человека, как мы очень часто делаем. Интересно, друзья, что это личность. Наш Господь – это личность. И эта личность интересна в том, что она безвозмездно заинтересована в том, чтобы состояние мира между людьми, между Богом было всегда и везде. Прежде всего в человеческом сердце. Прежде всего в человеческом сердце. Потом, если человек имеет семью, чтобы это было в семье. А потом, чтобы это было в церкви, чтобы это было в обществе людей. Вот почему. Вот этот мир назван Божий, потому что послание филиппийцам 4.7, это текст, вы помните, наизусть. И мир Божий, который превыше всякого ума, что сделает? Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Начало этого текста говорит, что мир Божий, который превыше всякого ума. Вот человек не может его понять. Он не может его постигнуть, потому и не назван Божий. Нечеловеческий. И его может дать только Бог. Знаете, как можно оставаться спокойным? Как можно оставаться невозмутимым, нераздражительным? Как можно оставаться неконфликтным, когда тебя достают, дергают, допекают, когда тебя провоцируют, когда тебя ругают, когда тебя обзывают, когда тебя бьют, в конце концов, когда тебя распинают? Как можно оставаться спокойным? Вот там внутри, в сердце, не завестись. Сохранить это состояние покоя, тишины. Друзья, как можно молиться за своих убийц, как молился Стефан? Как? Как можно среди бури вокруг оставаться спокойным внутри? Как? Как можно отказаться до смерти, не делать чего-то, что соблазняет моего брата, до смерти, не есть мясо, других вещей каких-то не делать, если это приносит соблазн и раздор? Как можно? Как можно первым идти на примирение, даже тогда, когда ты не виноват? Как можно? Как можно отодвинуть свою гордость, как можно уступить, как можно простить, как можно перестать вспоминать, как можно перестать воевать и доказывать свое, как это можно? Друзья, без Бога нельзя и невозможно. Поэтому мы сказали, этот мир, он назван Божьим. И Иисус Христос, Он показал нам пример. Промолчи. Легко? Нет. Никому из нас нелегко. Или я не прав? Когда нужно промолчать, кому легко промолчать? Никому. Всегда хочется сказать. А вот промолчать. Ради мира. Потому что вот там оно внутри есть. Вот эта тишина. И ты хочешь, чтобы эта тишина распространилась вокруг тебя. И там, где ты есть, и это общество людей, в котором ты находишь, чтобы вот это внутреннее твое состояние полилось на окружающих. Отойти в сторону. Легко? Нелегко. Когда начинается конфликт, когда начинается любая ссора, любой спор, легко отойти в сторону? Нелегко. Когда нужно отстать от ссоры? Легко? Нелегко. Когда уже все кипит. Когда уже ты заведен? Легко? Не, надо довести дело до конца. Правильно? Нелегко. Но вот это внутреннее Божие состояние мира, покоя в нас, когда тебя заводят, а ты не заводишься. Как тот поломанный двигатель. Когда тебя буркают, а ты не буркаешь. Когда тебя пробуют достать, а ты не доставай. Мы. Вот это внутреннее состояние покоя от Бога. Это это Царствие Божие. Потому что это Царствие Божие, которое мы прочитали, оно внутри вас есть. И там живет Бог в этом Царстве. Он хочет быть хозяином-то. Потому Божий мир, он не зависит никогда от внешних обстоятельств. Книга притчи, помните, мы говорим, что честь для человека – отстать от ссоры. В другой главе к ней притчи мы читаем, что прогони кощунника, и утихнет раздор. Есть какие-то вещи практически, чтобы прекратилось это. Чтобы огонь, эти дрова не подкладывались в этот огонь. Чтобы этот огонь утих. Нужно какие-то маленькие шаги с нашей стороны. Предпринять то, о чем говорит Писание. Поэтому Божье Царство, мы говорим, это Божье Царство Божьего мира. Для многих людей – это мечта. Для многих семей – это мечта. Даже для многих стран – это мечта. Жить в мире. Потому что, знаете, состояние войны, оно выматывает. Состояние вражды, оно выматывает. Состояние ненависти, оно выматывает тебя внутри. Оно лишает тебе радости. Оно убирает с твоего лица улыбку. Потому что там бунт, там недовольство, там вражда, там война. Там все то, что не Божье. И оно мешает. Мешает, физически даже мешает тебе. Братья и сестры, поэтому мир, который сходит свыше – это плод. Или это результат наличия в сердце Бога Святого Духа. Мы можем сегодня прямо и с уверенностью сказать – много Бога в твоем сердце. Много мира. Нет Бога в твоем сердце. Там никогда не будет мира. Мы сейчас посмотрим, почему. Это можно при одном условии достичь, если его искать. Вопрос, на который мы сейчас ответим – как можно приобрести этот мир? А ведь это абсолютно возможно и это абсолютно бесплатно. Просто поменять нужно место жительства с одного царства в другое, перейти поменять хозяина нужно. Это значит навести порядок в своих отношениях с Богом. Что это значит практически? А практически это значит, друзья, что когда апостол Павел писал второе послание Коринфянам, пятая глава, написаны следующие слова. С 17 текста. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Что дальше написано? «Все же сие от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с кем? С собой». И Иисус Христос является тем средством от Бога, который нас примирил с Богом. Почему? Потому что мы находились во вражде. И когда мы дальше будем читать этот текст, этот отрывок, «Потому что Бог во Христе примирил с Собой мир». Братья и сестры, Бог сделал это через Христа. Нам нужно в это поверить, принять, иначе не придет Его мир в наше сердце. А для этого нужно признать себя врагом. Павел пишет в послании Римлянам в пятой главе, что мы, будучи врагами, мы примирились с Ним, смертью Его Сына. Вот на чем стоит наша вера. Это основа нашего спасения. Что это сделал Бог Отец через Христа, через Его смерть, через Его воскресение. И Он переводит нас в царство Своего возлюбленного Сына, Иисуса Христа. И церковь – это общество людей, общество Божьих детей, где прежде всего это должно проявляться. И эти люди, апостол Павел будет писать это же послание им, он будет заканчивать это послание, что вы были мирны между собой. Это все исходит изнутри, из царства, которое во мне, Божьего царства. Братья и сестры, Богу мир не нужен, потому что Бог ни с кем не во вражде. Бог ни с кем не воюет. Бог никому ничего не должен. Бог ни с кем не ссорился. Богу мир не нужен, мир нужен нам. Мы поссорились с Богом. Мы стали Его врагами. И поэтому Бог пользуется этим крайним средством, отдает самое дорогое, самое любимое. И Христос назван примирителем. Вот единственная личность. Вот единственная личность. Единственный посредник, о котором Павел пишет послание Тимофею – Иисус Христос. И вот теперь мы говорим, что наше спасение, оно по благодати через веру во Христа и Иисуса. Оно делает нас из Его врагов Его друзья. Из врагов Его детьми. Это самое сложное. Это самое сложное, что за меня сделано. Остальное теперь – это поверить и получить это даром. Это с нашей стороны. Знаете, очень часто люди, когда они устали воевать с Богом, они вымотаны изнутри. У них уже нет никаких сил. Потому что с Богом воевать бесполезно. Даже на суд с Богом стать Иисус сказал, я все равно останусь виновным. Нет шансов никаких. Постоянная вражда с Богом, постоянное противление Богу, постоянная война с Богом, постоянное несогласие с Богом, постоянный бунт. Он выматывает. Изнутри человек истощается. И этого не нужно делать. Нужно принять Божье прощение, и мир Божий придет в сердце. Возможно, у кого-то в жизни кто-то устал грешить и падать. Грешить, падать, вставать. Падать, грешить, вставать. Падать, вставать, грешить. И вот так вся жизнь. Друзья, оно же выматывает, правда? И ты сам себе противен. И ты сам себе, ты считаешь себя последним негодяем. Потому что понимаешь, что это не то, что хочет Бог. И это не то, чего хочет твое сердце, твоя душа. И ты устал от этого. Это состояние бунта, вражды с Богом. Нет этой тишины. Этой удовлетворенности Божьей, присутствия Святого Духа внутри. Что ты прощен, что ты омыт, что ты спасен, что ты оправдан, что ты очищен, что Бог дал тебе жизнь, победы. Этого нет. И оно тебя терзает. Знаете, очень часто ты замечаешь за собой, что ты не можешь ладить с людьми вокруг. Ты постоянно кипишь, заряжаешься, вспылишь, раздражаешься, выливаешь свой гнев, свое негодование какое-то на твоих близких, на твоих родных. И оно тебя выматывает. И внешне ты остаешься вроде бы на ногах, но там внутри ты калека духовный. Почему? Там внутри нет того, чего желает ищет душа. Братья и сестры, а очень же хочется, правда, вот состояние этого тишины и Божьего покоя, присутствия Бога в сердце. Вот она, top of the line. Это когда Бог наполняет тебя, и это Божье наполнение через тебя изливается на окружающих тебя людей. Оно там внутри есть, в сердце твое. Поэтому никто, кроме Христа, не сможет это дать. Ни социальные сети, ни ролики, миллионы, если ты даже просмотришь их. Они не помогут. Не поможут даже люди. Есть одна единственная личность, которая примирила нас с Отцом и сделала нас Его детьми. Она убрала состояние войны между мной и Богом. И Иисус забрал это. Он сделал возможным, чтобы Божье Царство мира пришло в мое сердце. Потому что это Божье Царство. Это Его составляющие, это Его ингредиенты. Оно есть праведность, мир и радость. Где? Только во Святом Духе. Все остальное – это подделка. Все остальное – это фальшь. Все остальное – это временно. Потому что только кто во Святом Духе и им наполнен, и им живет, он будет иметь это. на этой церкви мы сейчас будем молиться. Если Бог даст нам жизнь, мы наше расчуждение продолжим в следующий раз. О чем мы помолимся сейчас? Я хотел бы, чтобы каждый посмотрел в свою жизнь, в свое сердце и прежде всего обозначил для себя твои личные взаимоотношения с Богом. Это отношение ссоры, вражды и войны? Или это отношение любви, прощения и усыновления? Это отношение отца и сына? Или это отношение непримиримых сторон, которые постоянно в конфликте? Бог желает сегодня, чтобы каждый из нас посмотрел не только в свое сердце. Но он посмотрел, что из нашего сердца выходит, потому что люди мира, они будут искать мира, потому что оно того стоит. Друзья, мы когда обладаем драгоценностями какими-то, мы ими дорожим, мы ими ценим. Почему? Потому что они стоят того, чтобы их хранить. Они стоят. Мы знаем стоимость их. Если тебе дорог мир, прежде всего с Богом, дорожи этим состоянием, цени этим состоянием, храни это состояние. И если у тебя есть мир с Господом, то ты всегда будешь искать мира с людьми. Оно взаимосвязано. И вот о практической жизни, второй стороны, даст Бог, мы поговорим в следующий раз. Мы сейчас разойдемся. Вокруг нас столько новостей, немирных, нехороших. Как нам реагировать на все это? Нам очень сложно оставаться нейтральными. Мы занимаем чью-то сторону. Друзья, мы всегда должны стать на Божьей стороне. Не на стороне людей. Мы должны стать на Божью сторону. И вот тогда, когда мы сделаем это, Его мир наполнит наше сердце. И когда все вокруг рушится, кипит, когда все вокруг валится, когда столько беды вокруг, ты внутри будешь оставаться спокойным. Почему? У Бога все под контролем. Давайте мы помолимся. Аминь.